Обсуждение отчёта о состоянии окружающей среды в 2018 году щёлковские депутаты посвятили большую часть времени на заседание. Парламентарии отметили, от состояния воды, почвы, воздуха зависит качество жизни людей. Гарантом защиты городского жителя выступает санитарно-защитная зона вокруг предприятий. В тех микрорайонах, где ширина защитных зон была сокращена, промышленникам предъявляют жёсткие требования по объёмам выбросов. Во многом по этой причине предприятия, расположенные по границам микрорайонов Чикаловский, Заречная и Соболевка, не согласовали свои защитные территории. Отдельно говорили о Клязьме, берега которой с давних времён облюбовала промышленность. Находятся и такие, кто использует реку для сброса отходов. У нас действительно существуют ещё предприятия, которые не имеют локальных очистных сооружений, а также предприятия, которые имеют, но мы не можем, так как не имеем полномочий, надзорных органов и администрация также не может проконтролировать состояние этих локальных очистных сооружений. Будем приглашать, и мы это делаем, все надзорные органы, для того, чтобы заслушать информацию о их деятельности. Вопросами охраны окружающей среды новый состав Совета депутатов решил заняться плотно. Впереди реконструкция межрайонных очистных сооружений, рекультивация мусорного полигона Собурова, темы, заслуживающие самого пристального внимания, как, впрочем, и тему упорядочивания вырубки зелёных насаждений. Методику расчёта платы за спелдеревьев депутаты предложили экологам доработать, оставив за собой право наряду с администрацией округа производить контроль. Ещё одно решение депутатов касалось утверждения положения о порядке перечисления в бюджет части прибыли муниципальных предприятий. Таким относятся Щёлковский водоканал и Монинская аптека. Отныне 30% от чистой прибыли они обязаны перечислять в местный бюджет. Послабление сделано для компаний, имеющих инвестиционные программы. Им разрешено направлять прибыль на свои проекты в сфере тепло- и водоснабжения. Естественно, что если прибыль будет поступать в бюджет, а это мы определили 30%, то данные денежные средства будут тратиться на то муниципальное предприятие, которое будет эту прибыль перечислять. И мы будем, во-первых, видеть динамику. Сам факт, что предприятие, во-первых, понимает, что мы контролируем в каком-то смысле этот доход. Контроль за выполнением нового положения возложен на Управлении имущественных отношений, к которому разрешили применять финансовые санкции за просрочку платежа. Также депутаты оставили за собой право освобождать муниципальные предприятия от дополнительных отчислений в бюджет. Михаил Налютов, Сергей Василевский, Щуковское телевидение.